Добрый вечер всем! Уже прошло два дня с КВК, я наконец добрался до этого видео, озвучить его. Сейчас начнется КВК, 10 секунд осталось. Мы решили сразу полететь на захват. У нас выпали 50-16 и 50-77 королевства. Мы выбрали 50-16. Там есть 48-я цита, но наш топ сказал, что он по статистике сильнее их. Прилетаем. А здесь сидит не 48-я на троне, тем более MGK какой-то. В итоге оказывается, что... Сами, в общем, увидите. Прилетает наш топ, Биг Попа, 47-й. И делает мегу. Ну, я предлагаю в соло ударить, но я же не знал, что это MGK сильнее, чем 48-я. Ну, посмотрим. Я бы с дуру в соло ударил сразу. Без шпиона даже. Все, у них мега на троне. У нас на троне Кам сидит опять. Пожизненно дома храняет. Вышла мега. Попа в начале КВК 5,8 ярдов. Как он сказал, он может себе позволить в легкую 7 походов потерять, чтобы для него не критично было. А походу там по 700 чем-то тысяч. То есть 2-3 миллиона войск он за критичные потери не считает. Сбиваем трон 50-16. Ура. У нас одевается щит. Но надо теперь башни очистить. И тут я не знаю, что у нас произошло. Я сам отвлекся по работе. Не стал все записывать. Смотрите. Совсем маленькая разница по потерям. 1,8-1,9. По статистике наш топ сильнее. В общем, выбивают попу оттуда. Я этот момент прозевал, не записал. Пока мы решали бросить 50-78 и все лететь в 50-16. Пока туда-сюда башни сильно бьют. И сбили попу двойной мегой. Он летит в 50-77. Третье наше королевство. МДК двоевый трон. Не знаю, двойной или одинарный мегой он это сделал. 50-77. Попа сбивает башни, чтобы убрать гарнизон пятого уровня. Здесь сидит гид Эривол. В башне. В троне Тор. Сбивает. Даже с гарнизоном пятого уровня. Красавчик. А этот Дито оказывается самый сильный игрок в 50-77. Совсем маленькая разница по статистике у них. Проблема в том, что в нашем королевстве только попа такой. Пока что только попа такой. Могут и другие, конечно, так же вкачаться легко. Но ждут. Что-то ждут. Донатов у нас в королевстве. Средних донатов море просто. Дид перебегает в другую башню. Туда, куда попа собрал мегу. Мега идет на вторую башню, чтобы убрать гарнизон четвертого уровня. Подходит мега. Я уже в ней. Очки надо собирать. 50 лям потерял. А здесь уже посерьезнее результат. 1,9-2 миллиона. И третья мега пошла у нас на трон. Там сидит Тор. В этом КВК было очень много багов. Люди в комментариях понаписывали, что дракона нет. То есть выходит мега, допустим, или сова удар с драконом. А в отчете уже его нет. То щит не оделся, то еще что-то было. Страшные баги. Это может быть из-за того, что разработчики начали переделывать систему КВК. Они же говорили, что хотят изменить. Сделать ее наподобие адской войны. Чтобы и сезон был. И преимущества дополнительные. Возможно, они там ковыряются где-то в кодах. А отражается-то все на игре. Но я далек от всей этой системы. Просто предполагаю. 50.16 мы уже сбили. Там таймер обновился. Теперь 57.7. Отменилась мега. Отменил он ее из-за того, что нашего игрока телепортировали. Выселили. Мега неполная оказалась. Мы сразу заинтересуемся, где он стоял, чтобы туда встать. Там теперь безопасное место. Оттуда выселить второй раз не смогут. Но этот Том что-то затупил. Два-три раза его спрашивали. Он так и не сказал, где он был. Вот я вот на такой свободный пятачок лучше упаду. Где совсем без альянса. Без территории. А за это время, пока мегу отменили, пока снова забирать, те игроки башни свои заняли, и гарнизон заново включился. Придется опять башни сбивать. Табуфа Амадин. Где такой альянс находится? Собирается очередная мега сбивать башни. У них уже гарнизон четвертого уровня. Возникли проблемы у нас с тем, что в меге вначале забегают игроки с Т-12. Т-13 немножко подтупливали. Не успевали. Вот Том пишет. Нереально забежать. Выгоняют некоторых игроков с Т-12. Забегают Т-13. С каждым КВК у нас все больше и больше Т-13. Но в мегах это почему-то не ощущается. Пошла мега очередная на башенку. Том пишет т-15. Дит сильный игрок, не очень много уступает нашему попе и намного сильнее всех остальных наших игроков. Забираем опять башню, взял я награды последнюю. Хороший результат, миллион на три разменялись. И на трон 57.7, уже подходит мега. А в это время Дит прилетел к нам и собрал мегу на наш трон. У нас гарнизон пятого уровня, попа сбивает трон в 57.7 у противника. Я прилетел домой, выселил с территории нашего альянса игрока, думал что он в меге у них и что у них теперь не полная мега бьет по нашему трону. У нас хоть и оделся щит, но они мегу собрали до того как щит оделся, поэтому она активная. К сожалению, они сбили нам трон. Мы забрали их, они забрали наш. 2.2 на 1.4 разменялись, видите какая разница, приличная, даже с гарнизоном пятого уровня. Теперь они пытаются отбить свой трон. На нашем они посадили другого игрока, а сами полетели к себе в 57.7. Собрали двойную мегу с разницей в одну секунду. Мы собираем двойную мегу у себя в это же время, но наши игроки, наши топы встают за лесом, очкуют в лесу стоять. А те стали прям впритык. Им идти 3-4 минуты, нам идти 15 минут. И в наших мегах разница 20 секунд посмотреть. Охренеть просто. Наш топ тупил жестко. Гамби. Там пожилой игрок играет, американец. Пока его научили смотреть, где идет время, где посмотреть время подхода меги. Пока он со всем этим разобрался и походу он неправильное время сказал, у нас оказалась большая разница. 20 секунд. У противника 1 секунда. Они двойной бьют свой трон, мы двойной бьем свой трон. Трона прокТ. Мы так ес Syферю. Забрали Вернули они себе трон двойной мегой Нашим мегаем идти еще 6 минут Первую победили полтора на три Попа сильнее обоих их топов и Дида и Тора Но двойная мега это двойная мега Видите у него даже стихии слабее 720 Все стрелки зеленые у нас Теперь наши меги подходят С огромной разницей Первая разбилась в хлам Вторая И вторая разбилась Гампель 2.9 на 1 Первая 1.7 на 1.2 Дид и Тид вернулся их топ Дида ревел И перехватил трон И принял двойную мегу Теперь бутс и кам Наши игроки собирают С маленькой разницей по времени Они более шаристые Соображают в игре получше А мне пришлось башню взять Некому просто Не знаю где были в этом КВК Топы все наши Но их тупо не хватало даже башни держать Наша двойная мега идет Скоро подойдет Хотим забрать свой трон обратно Убегают они А Попа перед этим захватил их трон Он одиночный мега и спокойно их выбивает Они двойной его выбивают Этот момент где он забрал трон Видите вот он взял трон 57.7 Этот момент я пропустил Не записал Отвлекся на наше королевство И получилось смотрите Я даже со стримом выходил во время КВК Мы отбили свое королевство Мы держим чужое королевство Но счета нет Как мне рассказали Многие ребята Много кто писал Что это произошло из-за того Что мы именно отбили Если бы изначально мы держали свое королевство И захватили чужое Тогда бы у нас оделся щит А раз мы отбили То щит не одевается Вот такой глюк в игре есть Они собирают снова двойную мегу Забрать свое королевство 4 секунды разницы между мегами Опять же я прозевал этот момент Не записал Их меги подошли И обе разбились Об попу С 4 секундной разницы между ними Сейчас вы увидите отчеты Пока я перепрыгиваю Между замками Не записал Попа Дида 1.4.3.7 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Сейчас второй отчет покажет мне Попа Тор 2.3 на 2.8 Но у нас в мега не полный уже был Гарнизон не полный Снова Дид идет на наш трон Хоть мы и держим их королевство У нас нет щита Он прилетел к нам И собрал мегу на наш трон Идет на него Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! У нас опять гарнизон пятого уровня И опять мы проигрываем И здесь они забрали Тройной мегой Перед этим они забрали Тоже, к сожалению, не записал Нет мне записи В итоге получается Наш топ сильнее Обоих королевств Которые против нас выпали Но он один Его сбивают Двойной тройной мегой Стопят Он не может вернуться В итоге мы сбили троны В обоих королевствах Но и нам сбили трон Просто такой нонс получился Ему не разорваться Или дом защищать Или захватывать В этом минус Когда топ сильно отрывается От всех остальных Донатных игроков Собрали мы три меги В итоге Тоже, опять же, из-за леса Идут они Смотрите, как долго Но здесь уже разница Между ними 10 секунд Три меги С разницей в 10 секунд Если наша тройная мега Собьет наш трон Освободит его То у них В 57.7 исчезнет чит И попа мегой сразу же Или даже в соло Снесет им трон Вот он рядом стоит Его здесь застопили у них Не может он никуда деться Он, чтобы скучно не было Собрал мегу на Замок 45 Который держит трон Тот, естественно, убегает оттуда Чтобы отлететь И хочет принимать мегу Не знаю, на что рассчитывали Наши топы Они думали, что на троне Никого не останется И сможет он в соло Спокойно выбить Но там же щит одет Не предугадали этот момент И здесь сейчас будет очередной баг Смотрите Расстояние между мегами видите Они идут все одновременно Глюк отображения Между мегами меньше 10 секунд А по картинке показывать Как будто там минуты две разница Все Первая мега ударилась Вторая мега и третья мега Все три меги расхерачивались в хлам И не выбили трон Без попы, к сожалению, мы таких топов не берем Пока что 3.7 потеряли, 500 убили 2.4, 900 убили 3.7, 700 Мы не смогли тогда отбить свой трон Попа одел щит Через два часа вернулся Они не стали принимать его мегу Улетели Вышли на связь и договорились Мы не летим к ним Они не летят к нам У 50.16 в это время закончился КВК Они захватили свой трон Полетели в 57.7 Попытались их захватить Но у них тоже не получилось В итоге, смотрите Каждый остался при своем королевстве Ну неплохо так помахались Хорошие потери у всех Главное, что мы взяли свое королевство Нам наборов воинов за глаза хватает 64 набора войны у нас А личку выполнило 86 человек Так что вот такой вот КВК у нас был Ну и рус Короли Наш альянс на троне Это был наш КВК Мы корону нашему игроку Итальянцу дали Флаг Италии на нашем королевстве Владелец трона РУС На этом у меня все Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok